И отец, сердечно благодарю вам, что вы сегодня в своей службе многостратно умножили вот это праздничное настроение, праздничное состояние наше. И мы только удивляемся этому чуду Божьему, который нашим архипастырем дает силы посещать приходы, совершать службы. Но, наверное, в этом нет ничего удивительного, если посмотреть вот в такой церковной точке зрения. Я вспоминаю как-то еще в бытность, когда был патриархом Алексей, не один епископ рассказывал. Они из Санкт-Петербурга летели на Валаан. Службы были в Санкт-Петербурге, такой наторизованный график. Он говорит, когда прилетели на Валаан, он молодой епископ тогда, говорит, когда вышел из вертолета, говорит, как-то вошел лег, но не было ничего. А патриарх, да, из-за его возраста, пошел, говорит, в храм сразу служить. Говорит, вот что значит, за него молится вся церковь. И за вас, водыко-святые, молится белорусская православная церковь, и не только, вы это знаете. Вот, и вы являетесь, если так приложить на москву тематику, адмиралом целой флотилии, которая и составляет эту белорусскую православную церковь. И вы мудро управляете правильным курсом для всех кораблей, хотя и входящих в эту флотилию. Поэтому хочется пожелать, чтобы Господь благословил вас в крепости душевных, духовных, физических силах. Чтобы Господь дал мир Церкви нашей. Чтобы, несмотря ни на какие-то внешние факторы, вы твердо и правильно держались за штурмом и руководили этим церковным кораблем, который Господь вам вручил. И еще одно, нам всегда радостно воспринимать восемнадцатого февраля, накануне вашей флотилии. Поэтому привитие в свечи цветы, нам еще и для вас небольшой подарок адмиралес. А цветы, пожалуйста, благодарю вас. Благодарю вас. Ой, я замечательно. Сердечно благодарю вас, дорогой.